Всем привет! С вами Лилия Донскова. И сегодня мне хочется сделать какой-то веселый солнечный макияж. А я еще пока не знаю, что я буду творить вместе с вами. Я даже не знаю, как его еще назвать. Что я уже сделала? Заранее подготовила кожу, полностью сделала уход за кожей, нанесла тон, сделала коррекцию, румяна пудра и уже подвела брови. Осталось только глаза и губы. Ну что, вы готовы со мной экспериментировать? Давайте просто творить. Я буду использовать сегодня такие тени из набора. Тут их много оттенков. И есть у меня еще маленький помощник. Вот такие вот блестящие тени и зеленые. Сейчас что-то сотворю. Для этого нужно сначала сделать базу. Сделать некую подложку для того, чтобы тени хорошо фиксировались. Можно взять или блестящие тени зеван или матовые. Но вот сегодня мне почему-то хочется добавить немножко блеска. У меня будет такой яркий желтый сарафанчик на мне. И я хочу сделать тоже блестящий яркий макияж. И я блестящими тенями наношу сначала вот сюда, как основу. Сразу тушую чуть-чуть пушистой кисточкой. Так, все-таки мне зеркало понадобится, чтобы хорошо все рассмотреть. То есть быстренько тушую и беру другую пушистую кисть. И сейчас буду что-то вытворять. Не знаю, что. Сначала проложу по центру какой-то яркий акцент. Он схож с цветом моего сарафанчика. Еще важно запомнить, что я делаю, в какой последовательности. Теперь я возьму зелененький. Этой же кисточкой, кстати, беру. И наношу в уголок глаза. Такой зеленый цвет. И сразу немножечко контур, смотрите. Смешиваю вот эту границу. Смешиваю. Получается некий градиент. О-о-о, как ярко, сочно. Так. И вот думаю, что сделаю здесь внешний угол. Наверное, тоже сделаю зеленый. Будет двухцветная. Серединка желтенькая. А угол глаза и внешний угол, внутренний и внешний, будут у меня вот такие зелененькие. Сюда прям, мне кажется, просится черная стрелка. Так. Так. Теперь я беру чистую кисточку и ей чуть-чуть убираю вот эту границу. Мне кажется, получается интересно. Просто такие глаза яркие. Чтобы было более понятно, давайте сразу сделаем второй глаз и я продолжу. А то и вдруг я забуду, что я делала. Беру все эти же блестящие тени. Лишнее снимаю и крашу аккуратненько. Они у меня идут как подложка. Вот сухие. Быстро делаю тушевочку. Я вот этот контур убираю. И где получилось положить слишком жирно, нужно тоже растянуть. Беру опять этот желтый такой оливковый цвет, цвет сарафанчика. И прокладываю серединку. Так. Теперь зеленый. Мне кажется, мне большая палетка даже не пригодится. В следующий раз что-то с ней сделаем. Теперь зелененький в уголок внутренний глаза. И чуть-чуть сразу границу убираю. И делаем внешний угол тоже самое. Тут очень важно еще, заметьте, расстояние смотреть, чтобы глаза были одинаковыми. Очень экстравагантно. Но это действительно под наряд и под настроение только. Можно такой макияж зверский делать. Очень яркий. Ух! Огонь! Так. Смотрим. Одинаково. Давайте теперь попробуем проложить внизу стрелочку. У меня есть зеленый контур для этого серии The One. Мягкий выкручивающийся карандаш. Я сделаю соединение. Только очень-очень незаметно. В ресничках. Такую некую соединительную линию. И не довожу до конца. То есть так вот глаз чуть-чуть очертили. Но мы это все растушуем. У меня этот карандаш, он как фиксатор, чтобы сухие тени сейчас прошлись по нему и зафиксировались. Беру острую мою любимую кисть. Которая в принципе для корректора используется. Для помады. Но я ее использую сейчас для подводки как раз в ресничках. Чтобы хорошо протушевать. И возьму какой-нибудь цвет зеленый потемнее. Чуть-чуть. Не такой яркий. А из другой палеточки возьму зеленый цвет и просто растушую. И сделаю градиент такой. Добавляя светлый цвет в угол глаза. Попросится зелененький. Чуть-чуть. То есть мы смотрим нравится, не нравится. Можно всегда с этим поиграть, что-то убрать или добавить. Так. Тут вот я соединяю уголок. Добавляя зелененького. Цвет глаз такой стал выразительный. Заметьте. Да? Сразу необычно очень. Ну что, и делаем стрелку. Я буду использовать подводку гель. Сейчас я ее найду. Не планировалось сегодня делать подводку, но по ощущениям, мне кажется, сюда нужно черную стрелочку тоненькую сделать. Она прям просится. Беру Giordani подводка гелевая. Такая изогнутая. Классная кисть. Удобная. Я ее уже пробовала красить. Мне очень понравилось. Теперь даже с подводкой мы дружим все чаще и чаще. И аккуратненько, прям в линии роста ресниц я сейчас буду делать стрелочку. Сразу глаз так очерчивается. Тоненькую линию проводим во внутреннем уголочке глаза. Все соединяем, чтобы не было разрывов. На самом деле, если вам трудно провести линию сразу одним движением, то можно ее делать из кусочков и просто соединять. А имею такую кисточку удобную, то нам вообще море по колено. И сейчас мы стрелочку проведем вверх. Такой маленький хвостик, можно удлинить чуть-чуть. Мне кажется, прикольно получается. Делаем то же самое со старым глазом. Набираю немножко гелевой подводки. Мне кажется, такой смелый макияж получился. Так, делаем хвостик. Смотрим хвостики, чтобы они были одинаковые. Туши у нас скорректируются все. Ой, чуть-чуть выступила. Так, проверяю. При ближнем рассмотрении можно немножечко кисточкой подтушевать. Все подправляем. Смотрим, где что требует коррекции. По-моему, все окей. И сейчас мне нужно проверить нижние веки, чтобы стрелочки были одинаковые. Потому что тут чуть-чуть у меня пошире. И я сюда вот чуть-чуть добавляю. Вот. Теперь все. Обратите внимание, внутренние уголочки золотистые. И переходит вот сюда градиентик такой. Если нужно по ощущениям, то чуть-чуть зелени вот в этот уголочек надо добавить. Вот. Вот так. Глаза такие яркие. И осталась тушь. Сейчас закрою подботку, чтобы она не сохла. Потому что ее нужно плотно-плотно закрывать крышечкой. Чтобы она хорошо хранилась. Осталось накрасить ресницы и губы. Очень яркие глаза. Поэтому губы будут совсем бледные. Тушь. Тушь я использую в серии The One. Термостойкая. Это новинка. С удивительно классной кисточкой. Я уже несколько дней от нее балдею. Особенно классно, как она лежит на ресницах. Комфортно. Не смазывается, не стирается, не осыпается. То есть все плюсы на лицо. И мне очень нравится, как она смывается. Это вообще кайф. У меня, конечно, сейчас ресницы такие неправильные. После того, как я их нарастила, они теперь у меня все отрастают свои. И вот эта неровность, конечно, она не очень комфортна. Надеюсь, они скоро у меня станут ровненькие и все отрастут. Чем эта тушь интересна? Она сразу густа ложится. То есть если вы посмотрите, она сразу схватывается. Такая запечатывается. С одной стороны это очень удобно. Но с другой надо быстро успеть снять излишки, если они появились. Чтобы получились легкие пушистенькие реснички. Поэтому я под рукой всегда держу такую щёточку сухую. Чистенькую. Так. Пока первый глаз подсыхает, я делаю то же самое на втором. На первом подсохли. Второй глаз я чуть-чуть прям распушу реснички. В принципе сразу хорошо тушь ложится. Не забывайте про нижние ресницы обязательно. Всё, что мы усиливаем сверху, мы должны то же самое сделать внизу. Иначе получатся кукольные глаза. Если вы хотите кукольные глаза, как бы неестественные, то можно оставить только верхние ресницы. Если у вас нижние очень густые свои ресницы длинные, то тоже их можно чуть-чуть просто оттенить. Можно взять цветную тушь, кстати. Зелёную. Вот этот макияж. Или если макияж в серо-синих тонах. Синюю тушь, есть фиолетовые туши, коричневые. Можно использовать разные. Сегодня мы поработаем с чёрной. Ну и немножечко второй слой на кончике дадим. Чтобы будут длинные цевеснички. Так. Какой-то такой феечный макияж получился волшебный. Тени все переливаются. То есть не бойтесь экспериментировать с цветом. Потому что цвет, он очень здорово помогает передать настроение и подчеркнуть наряд. Так. Сейчас я сделаю губы светлые. Я взяла тоже контурный карандаш The One. Потом напишем какой код. Сейчас, чтобы не тратить время. И по контуру аккуратненько прохожусь. И, пожалуй, я использую такой мягкий нежный блеск The One. У него лёгкий перламутр. Есть на солнышке, конечно, он шикарно переливается. Потому что всегда прям хочется каких-то бледных нежных губ. Мудовых. Вот и всё. Такой смелый, дерзкий, яркий летний макияж. Но под жёлтый сарафанчик он, конечно, прям подходит. Мне интересно ваше мнение. Понравилось? Сами бы вы когда-нибудь такой макияж себе сделали? Рискнули бы выйти на улицу с такой красотой на глазах? Вот. Если у вас есть какие-то пожелания. Какой-то особенный макияж вместе сделать. Вы мне пишите. И будем вместе экспериментировать. До встречи в следующих видео. С вами была я, Лилия Донскова. Пока-пока.